МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таких законов внесено семь. Это целый пакет законов, и посвящены эти законы созданию офшорных зон в Приморском крае, это остров Русский, и в Калининграде, это остров Октябрьский. Но остров это понятно. Бермуды, Виргинские острова и так далее, Кипр, вот все эти островные государства, там офшоры как раз и расцвели махровым цветом. Именно там прячутся от налогов, и именно там вершат свои черные дела те люди, которые управляют миром, не президенты и не руководители, а то правительство, негласное, темное, которое сегодня управляет финансами, а значит управляет миром. Вот в нашей стране теперь будут созданы такие офшоры. Вы знаете, эти вот такие послабления налоговые, они у нас уже есть. Давайте вспомним. У нас есть особые экономические зоны, у нас есть торы, территория развития, опережающего развития. У нас вот это есть. У нас есть амнистия капитала, которая продлена на очередной период. То есть у нас есть все позиции, которые бы могли привлечь средства наших олигархов, спрятанных в офшорах и зарубежных странах. Однако, к сожалению, наши олигархи не спешат возвращаться под российскую юрисдикцию. Они оставляют свои средства там, а там сегодня пахнет жареным. От них требуют доказать легальность их доходов, их средств. Что им делать? Они не хотят возвращаться с теми законами, которые сегодня созданы, для них же созданы, и вкладывать деньги в нашу экономику. Они хотят создать деньгохранилище. Вы знаете, вот все законопроекты, это, наверное, вершина притворства нашей власти. Потому что вот эти офшорные зоны, они не предполагают никакого производства. Это холдинговые международные компании. И эти компании, им нужно что? Цель их какая? Уйти от налогов и получить юридический адрес. Это классический офшор. Вот это и будет сделано. Как будут уходить от налогов? А мы вносим изменения в налоговое законодательство. Где сказано, что те международные холдинги, которые будут зарегистрированы в вот этих офшорных зонах, они теперь называются САР, и вот в этих офшорных зонах будет нулевая ставка на дивиденды. И поэтому, естественно, такие прекрасные условия, они сегодня могут привлечь олигархов. Но валютного регулирования и валютного контроля в этих зонах никакого. Это точно. Это тоже закон такой принимаем. Далее. Доступ к сведениям в этих офшорных зонах отсутствует. То есть это будут просто деньги лежать, а их сегодня у 200 семей наших порядка 28 триллионов рублей больше, чем все золотовалютные ресурсы нашего Центробанка. Кстати, заканчивая, хочу сказать, что Центробанк не согласен с таким подходом и с этими офшорными зонами. Почему? А потому что дается возможность, и это опять прописано в законах, вот эти деньги, которые перейдут от страха наших олигархов, под страхом того, что у них заберут эти деньги там за границей, они перейдут сюда, и они могут, отмыв их здесь, снова направить на счета, иностранные счета. За прошлый год только 42 миллиарда долларов ушло, а на Кипре сегодня исторический рекорд 177 миллиардов долларов наших денег. Поэтому мы будем голосовать категорически против всех семи вот этих офшорных законов. Уважаемые коллеги по четвертой власти, я хотел бы продолжить тему правительственных инициатив. Вот вчера в Государственной Думе уважаемый Владимир Жириновский стал критиковать левых. Почему вы все время вспоминаете про классовый подход? Сейчас на дворе 21 век информационное общество, чистая правда. На дворе 21 век информационное общество, и мало того, президентские выборы показали, что как раз левые выступают за блокирование политических сил, представляющих интересы работников, и политических сил, представляющих интересы производственного, национально и социально ориентированного бизнеса. А кто у нас проводит классовый подход? Догадайтесь, в трех раз. Именно правительство Российской Федерации. Только что вы про это слышали. Я вам приведу другой пример. Пример на вяз у всех зубах. И называется закон о повышении пенсионного возраста. Кто пострадает от повышения пенсионного возраста? Богатым вообще пенсии нужны? Смешно даже и думать. Пострадают, естественно, люди, представляющие так называемые средние слои и так называемый низший класс. Кстати, мы сейчас находимся в промежутке между Комитетом по труду и социальной политике, который рассматривал вопрос о повышении пенсионного возраста и Государственной Думы, который завтра тот же вопрос будет рассматривать. Понятно, что фракция Компартии, я надеюсь, все оппозиционные фракции, солидарно проголосуют против этого законопроекта. Но вчерашнее заседание Комитета произвело на меня крайне печальное впечатление. Мы стали спрашивать правительство, насколько просчитаны риски, связанные с принятием этого закона. И что же мы услышали? Мы спрашиваем, насколько увеличится безработица, сколько потребуется денег на пособие по безработице. Если взять Росстат и его данные, сравнить количество тех, кто не получит пенсии, и количество новых создаваемых рабочих мест, получается, что к 2024 году аж до 15 миллионов должно появиться новых безработных. Нам отвечает предправительство, нисколько безработных не появится. Мы спрашиваем, почему? Они говорят, мы так считаем. Потому что мы так считаем. То есть возникает классический детский аргумент. Потому что общественные организации инвалидов предсказывают, что в результате повышения пенсионного возраста люди станут в этом возрасте чаще обращаться за инвалидностью. Ну а как бы вы еще поступили, если у вас плохое здоровье, а вас заставляют принудительно работать? Наверное, так же вы бы поступили. Мы спрашиваем правительство, сколько может появиться новых инвалидов, сколько придется платить им пенсии и ежемесячных денежных выплат. Ответ – нисколько. Почему? Потому что мы так считаем. Потому что. Третье. Мы говорим о том, что, соответственно, увеличится явно количество людей, представляющих больничные листы. Ссылаемся на Татьяну Голикову, не на кого-нибудь, на вице-премьера Российской Федерации. Она говорит, сейчас людей пенсионного возраста ежегодно госпитализируется 10 миллионов. Понятно, что госпитализируются далеко не все, но в лучшем случае там каждый пятый или десятый. Понятно, что сейчас этим людям по больничным платить не надо. Понятно, что с повышением пенсионного возраста придется. Спрашиваем, сколько предположительно будет таких дней больничных листов, во что это обойдется, соответственно, Фонду социального страхования. Ответ. Нисколько. Почему? Потому что. И, наконец, мы спрашиваем. Вот сейчас очередь в детские сады для детей до полутора лет составляет 470 тысяч. Для детей от трех, извиняюсь, от полутора до трех лет. Для детей от трех до семи лет 90 тысяч. Часть этих детей, соответственно, повоспитывают молодые бабушки. Молодых бабушек ликвидируют как класс. Сколько потеряют бюджетная система Российской Федерации от того, что часть молодых мам не сможет выйти на работу? Ответ. Нисколько. Почему? Потому что мы так считаем. Потому что. Заканчивая, уважаемые коллеги, время мое истекает, я хочу сказать, что мы жестко настроены поменять формулу, которую содержит правительственный закон, негласно. А эта формула звучит так. Помоги правительству, умри молодым. На другую формулу. Помоги себе и живи долго. Спасибо.